Ну то есть, другими словами, о чем я сейчас говорю? О том, что есть три типа силы, которые дают человеку возможность быть успешным. И эти три типа силы, они все связаны с аскезой, то есть с работой над собой. Первый три типа силы – это длительное непрерывное движение. Дает человеку волевой импульс, способность не отчаиваться. Ну, допустим, тебя загасили, а ты все равно не отчаишься. Загасили, а ты все равно не отчаиваешься. Понимаете, способность не отчаиваться дает победу над судьбой. Волевой импульс. Это длительное непрерывное движение формирует. Если ты можешь подолгу ходить, не останавливаясь, или еще лучше бегать, подолгу не останавливаясь, постепенно в твоей жизни формируется волевой импульс. У женщин он по-женски работает. То есть у женщины волевой импульс выражается в постоянной ласковости, внимательности, чуткости, заботливости. Если тебя косят, ты все равно ласково, внимательно чувствуешь, заботливая. Если чувствуешь, человек наглеет раз, дистанцировался. Но при этом внутри себя осталось ласковое, внимательное, чуткое, заботливое. То есть женщина это идет в отношении, ее волевой импульс. Ее не свернешь с этой позиции. Потому что она имеет эту силу внутреннюю. Дальше у мужчин это выражает способность добиваться своего. Допустим, там тебя сместили с должности вниз, а ты все равно как бы пошел опять вверх. Тебя ничего с тобой не сделаешь. То есть у тебя есть вот эта сила, как по-украински говорят, пищить и лезть. То есть, ну невозможно ничего сделать, он продолжает просто человек называть волевой импульс. И когда это видно, что все понимают, что это лидер, и восстанавливают его в его должности. На самом деле, когда человека испытывают, это не факт, что ты прямо с самого низа до самого верха поползешь. Все твои прошлые заслуги уже учитываются, просто тебя проверяют. Если ты действительно такой как бы имеешь этот волевой импульс, то никто тебя не оставит внизу. Невозможно не заметить лидера. Он всегда заметен. Ну если как бы тебя испытают, ничего страшного. Если у тебя есть этот волевой импульс, а если у тебя нет его, так это уже другое дело. Значит, ты не лидер. Вторая сила называется терпение. Вот два солдата сражаются, одному раз отрубили руку. И он такой продолжает сражаться. Потому что когда терпение испытывается, то оно испытывается сразу обоих. Вот представьте, человеку руку отрубили, а он радостно продолжает сражаться. Что будет со вторым, который руку отрубил? Что с ним будет? Он выйдет из равновесия, он начнется суетиться, будет пытаться со всей силы воспользоваться положением и потеряет концентрацию. В результате тю-тю. У меня дядя, он занимался боксом, он знает эти вещи. Что когда человек вышел из равновесия, значит он долго уже не сможет боксом заниматься. У него дыхание учащается. Он начинает суетиться, теряет концентрацию и все прочее. Поэтому быть в равновесии или терпеть удар, терпеть судьбу, это главное качество того, кто сражается. То же самое муж говорит, я от тебя ухожу. Нужно терпение. Как будто ничего не происходит. Радостно. Щечки красненькие, счастливые. Побеждаешь судьбу. Терпение. Откуда берется терпение? Неподвижное положение тела, статические упражнения с молитвой. Дают человеку терпение. Вот как дерево стоит, не двигается, так человек должен такую практику совершать. Поэтому во всех религиях, традициях мира это есть. Есть ночное обдение, люди стоят в православных храмах, не двигаются. Именно стоят, не сидят. Сидеть запрещено. Да? Знаете в этой практике? Это дает терпение. Человек выносит, несет свой крест, становится способным вытерпеть. И так далее. Йоги сидят неподвижно тоже. Так вот длительно. Положения есть разные тела. Это нерасслабленное положение, когда ты ноги скручиваешь. Это нерасслабленное положение. Все равно что стоять. Ну то есть есть в целом такие положения тела, которые вырабатывают разные силы терпения. Стоя на коленях. Когда ты ноги вот так закручиваешь. Или когда ты стопы вот так вместе соединяешь колени и колени в розе. Это все разные положения, побеждающие судьбу. Или ноги под себя подгибаешь, садишься вот так вот неподвижно, молишься. Эти положения тела, они вырабатывают силу, особую силу в человеке, которая называется терпение. Допустим болезнь тебя косит, а у тебя это силы много в организме, значит она тебя не скосит. Вот есть люди, у которых сразу бам-бам, температура под 40. И все, и сознание спутанным становится. Значит нет терпения. Терпение оно куда угодно может пойти, в лечение болезни или терпеть ситуацию. Допустим есть паникеры, которые в войну расстреливают, а есть танк едет, а человек как бы терпит нагрузку психическую. Значит он имеет эту силу в себе. В женском сердце терпение выражается в виде верности, а в мужском в виде стремления к победе. У женщины терпение, верность идет. Мужчину надо воспитывать, она по-доброму воспитывает его, значит она сильная как личность. Если не вытерпела, сразу начала истерить, но потеряла человека. Неподвижное положение тела дает человеку терпение. И есть еще ясность сознания, когда человек четко понимает, что делать в трудную секунду в минуту в жизни. Эта ясность сознания идет от поста. Вот человек на посту, постится на воде и у него прочищаются мозги. Не только прочищается организм, от токсинов избавляется, а также и мозги. То есть означает способность понимать, что происходит. Разобраться в ситуации, ясность сознания, ясность мышления. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Все зависит от твоей силы внутренней. Итак, мы с вами изучаем, что чувство собственного достоинства бывает колышется, как на ветру. Чуть что-то не так и человек околбасит. Это значит, что он в жизни не совершает аскез. Значит, он живет неправильно. А бывает человек устойчивый. Он как бы все способен преодолеть. Понимаете, удача всегда живет рядом с человеком, который совершает аскез. Вот если женщина, допустим, может вот эти неподвижные положения тела культивирует, то есть она способна развивать в себе терпение. Сама по себе аскеза бывает также и психическая. Например, женщина культивирует в себе настроение верности, допустим. Это тоже статическая нагрузка, та же самая, только с позиции психики. Ну что значит культивировать настроение верности? Это значит, не сомневаться, все будет хорошо у нас в жизни, все наладится. Как есть один фильм, муж ушел, как бы от жены, там, как это называется? Самый обаятельный и привлекательный? Что-то такое. А? Обаятельный и привлекательный, да. Муж, короче, ушел от жены, вот, а женщина идет такая по улице, и ей говорит, ой, мы как бы, вам не волнуйтесь, мы вам поможем, у вас все плохо, да? Как у вас дела вообще? Она, у нас все хорошо, такая спокойная, короче. И так вернула мужа к себе назад. Понимаете? Терпение, вот это силы. Это значит, что все будет хорошо. Даже это, ну, знание, это описывает, в ведах описано, что если женщина твердо настроена на то, что муж ее будет жить, что он выживет, значит, тогда его никто убить даже не сможет. Потому что для того, чтобы человека убить, нужны санкции. Но если жена, как бы, она аскезу держит, эту силу, как бы, вкладывает, и невозможно убить этого человека. Почему? Потому что так устроен этот мир. Есть удачливые люди, и эта удача, это не то, что случайность. Это удача и результат силы человеческой, понимаете? То есть, если женщина верна, то есть, это и вид терпения такой, который дает возможность женщине побеждать плохую судьбу мужа. Знаю, означает спокойствие в сердце, такая глубина, смелость. Жена дает силу мужу. И он знает, ничего не случится. У него психика трезвая, спокойная. Он чувствует, где смерть, уворачивается от нее. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю об удаче. Жена настроена верно, и она не плачет, не хнычит. Вот, допустим, одна женщина, сын пошел, допустим, в армию, она плачет. Означает, забирает у него силы, хнычит. Как солдаты меня мать провожала, так и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Помогает она ему, нет? Нет, она ноет, стонет, сомневается. Все зависит от Маруси. Если она понимает, как побеждать судьбу, то вернется. Не понимает, значит, не вернется. Думаете, я сочиняю? Это описано в священных писаниях и подтверждается опытом людей, которые прошли войну. Мы с вами говорим сейчас не про войну, а про успех в жизни. Мы разбираем тонкие вот эти моменты, силы человеческие. Мы говорим сейчас об этой силе терпения, которая в результате соблюдения обетов вырабатывается. Вот мужик сказал, мужик сделал, терпение увеличилось. Называется накопливать благочестие. Неподвижное положение тела, один вариант, не двигаешься. Второй вариант, сказал, сделал. Женщина не смотрит на других мужиков. Терпение, хочется же, не смотрит. Вот, всегда в чужом огороде яблоки лучше. Не смотрит. Верность означает удача. То есть, если она не смотрит, значит, он не может убежать от нее. Мы говорим о какой женщине, которая самодостаточная. Мы не говорим о той, которая как бы все время в рот смотрит мужа. Мы говорим, она самодостаточная, она самодостаточная, но ни на кого не смотрит. Означает, что если он начинает смотреть, у него в сердце, оп, у меня жена очень хорошая, не могу от нее уйти. Совесть включает сразу. Потому что она держит его совесть. Следующая сила – это волевой импульс. Это стремление к победе. Вот, допустим, человек заболел раком, и изнутри опухоль сжирает его жизнь. Никто не может вылечить эту болезнь, она неизлечимая. Врачи могут только вырезать. Человек в панике, он не знает, что ему делать. Это значит, что он уже умер. Осталось только чуть-чуть времени подождать. Ну, то есть второй вариант. Человек, вот и включается этот волевой импульс, то есть способность преодолевать трудности исходит из того, как чувство собственного достоинства сталкивается с энергией времени. То есть пришел период такой в жизни, и то, что мне не повезло, какой-то, как некоторые говорят, паразиты завелись у тебя в организме и стали причиной злокачественной опухоли. Это все вторично. Первично – это время. Приходит время, и у человека возникает склонность уйти из жизни. Ну, то есть время, плохой период наступил, у человека опасность оставить тело, уйти из жизни. Понимаете, он все равно будет жить, только уже не в этом теле. То есть тело падает без жизни. Почему? Потому что наступил плохой период у человека в жизни. Так действует время, оно гасит человека. В это время у него запас здоровья, резец здоровья тает, ему становится плохо, тяжело, его прижимает там, и начинает опухоль расти в это время. Если у человека, человек, допустим, всю жизнь длительные пробежки делал, допустим, достигал цели всегда в своей жизни, не унывал, то есть всегда работал над собой, то этот человек, он в этот момент тоже как бы собирается с силами, не соглашается с тем, что он должен умереть, не соглашается со смертью. И первая стадия называется спокойствие в сердце, то есть он болеет неизлечимым заболеванием, не урак, но в сердце спокойствие. Вторая стадия называется знание, то есть он как, он побеждает болезнь сначала на тонком плане, это называется преддействие. Рак еще не вылечен, он как был, так и есть, но у человека проходят стадии внутри его, то есть он начинает постепенно отодвигать от себя энергию времени, которая должна его убить с помощью аскезы внутренней. Какие-то аскезы он в это время должен собержать, он делает пробежки, постится, неподвижное положение тела, он что-то делает для здоровья, накачивает энергию природы в тело, понимаете, потому что тело разрушается и оттуда надо из природы что-то качать. Поэтому люди, которые на природе двигаются, они побеждают судьбу. Итак, первая стадия спокойствия в сердце, чувство собственного достоинства. Может быть в середине стоять, человек принимает судьбу, но ему очень тяжело, он напряжен, ему приходится терпеть. Но когда он энергию судьбы отодвигает, вот здесь сердце становится спокойнее, 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 в какой-то момент раз и лёгкость сердца возникает. Хотя рак как был, так и остался. Это означает первое, то есть 30% из 100 пройдено, первая стадия из трёх кругов судьбы, ты как бы в сердце своём уже судьбу победил. Она уже тебя не продавила, она тебя не заломала. Ну то есть ты её чуть-чуть отодвинула от себя. Дальше продолжаешь молитву, пробежки, там неподвижное положение тела на природе. И приходит время, и у тебя возникает чувство, как тебе лечиться. То есть на второй стадии победной судьбы после спокойствия в сердце приходит знание. И человек точно знает, что ему делать. Иногда это знание совершенно абсурдно воспринимается в окружающими людьми. Например, как-то была передача лет 10 назад в Москве, там передача такая была «Времечка», что ли, или что-то такое. Передача была такая. Ну меня туда приглашали часто, и разок была передача о неизлечимых заболеваниях. Ну и пришли там многие врачи. Одна женщина в Москве у неё, она содержала свой медицинский центр, и она, у неё было неизлечимое заболевание, и она всех своих друзей побошла, врачей таких именитых. Никто ей не смог помочь. И она просто молилась, молилась Богу. И в какой-то момент она почувствовала, что всё будет хорошо. Первая стадия – спокойствие, хотя болезнь продолжала развиваться. На второй стадии, когда она начала дальше двигаться вперёд, она просто легла спать и увидела сон, что есть где-то в Европе какой-то монастырь, в который она должна приехать и там пожить две недели, походить на службу, помолиться там, и болезнь пройдёт. Она никогда не слышала об этом монастыре, понимаете, она даже имени его никогда не знала, не слышала, не видела. Она взяла просто и начала искать это, и нашла. Вот есть такой монастырь, есть там гостиница, можно там пожить. Она купила билет, поехала туда, приехала, пожила и вылечилась. Она назад уже ехала здоровой. Второй вариант развивался прямо на моих глазах. Я где-то лет 25 назад жил в Индии и работал в таком госписе. Знаете, что такое госписе? Это когда люди приезжают умирать. Вот и там, в святом месте, люди приезжали с тяжёлыми заболеваниями, приезжали уходить из жизни. Благоприятно уходить из жизни в святом месте. Там разные есть случаи, но я вам расскажу один из них. Он подходит под эту лекцию. Приехала одна девушка молодая, такая, симпатичная, жизнерадостная такая. У ней рак крови. Понимаете, да, что такое рак крови? Неизлечимое заболевание. То есть возникают приступы, когда белые кровяные тельца входят в кровь. И вопрос только, когда они тебя прибьют. Ну, то есть возникает сильный приступ слабости, ты не можешь ни ходить, ни дышать, ни жить, еле дышишь. Дышишь, вот так лежишь. Потом выжила, дальше живи какое-то время, пока следующего прилива белых кровяных телец в кровь не будет. И так до смерти. Вот она приехала, и так она приехала уходить из жизни. И она такая начала сразу, вот я запомню, она начала сразу парикромы вокруг, вот это обхождение святых мест начала совершать. Начала там в святых водах купаться. То есть активный образ жизни, не то, что там она умирала, ходила. Она такая жизнерадостная, ну и периодически раз ее не видно нигде. Значит, лежит, еле дышит. Ну, то есть приступ прошел, дальше пошла, приступ прошел, дальше пошла. Потом смотрю, что-то каждый день она что-то никуда не ложится. Ну, смотрю, она постоянно такая жизнерадостная. Я говорю, у тебя приступы есть? Она говорит, я уже что-то нет, по-моему, не было давно уже. Прошел год. Она все крепче, крепче такая уже там, все больше аскез совершает. Не останавливается. Я говорю, может быть, пойдем анализ крови сделаем. Она говорит, да зачем, что мне это, настроение себе портить. Буду жить, как желаю, и все. Бог заберет меня, заберет. Нет, нет. И пошла. Еле уговорил сдать анализ крови, короче. Сдала анализ крови, никакого рака крови нет. Все. Вылечился человек. Прошло пару месяцев, и она замуж вышла там вот за такого человека. Поехала умирать, короче. Вылечилась от рака крови. И вышла замуж еще. Но я вам не рекомендую этот метод. Если у вас как бы рак какой-нибудь, и вы... И ничего не лечитесь, ничего не делаете, поехали куда-то в светое место, скорее всего помрете. Но бывают исключения. Я вам говорю сейчас о мышлении, потому что когда человек правильно настроен, то он знает, что делать. Скорее всего, если у тебя злокачественная опухоль, ее надо быстрее покоцать. У меня есть одна знакомая, которая тоже заболекала раком в груди. Она быстренько съездила куда надо, удалила опухоль. И параллельно она вела здоровый образ жизни, как я и рекомендовал. Она пила химию, которая гасила ее там. Волосы все вылетали, цикл останавливался там все. Но она при этом, когда она занималась тем, что я и говорил, там длительное движение, йога и так далее. Все это сразу восстанавливала. То есть она, понимаете, химия гасила опухоль, но не ее. Потому что она брала энергию от природы, и химия не могла с ней ничего сделать. У нее все восстанавливалось параллельно тому, что все гасилось. То есть она набирала силы просто, а химия убивала опухоль. И в результате она полностью уничтожила болезнь. Понимаете, полностью ее победила. Сначала прооперировала, что правильное решение, потому что врага надо чуть-чуть подрезать сначала, чтобы он не был активен. А опухоль — это живой организм внутри человека. Понимаете, она не унывала, она и сейчас не унывает, такая же активная, жизнерадостная, как и была. Понимаете, то есть она победила, она перешагнула через смерть. Понимаете, да? Иногда невозможно перешагнуть через смерть, потому что, ну, как бы, такова судьба. Но при этом это не значит, что надо унывать. Один раз я читал лекции в Минске. Приехал, полный зал, забитый зал. И такие там очень чуткие такие организаторы, они за всех заботятся. И одна женщина не попала на лекцию. Несколько человек. Одна из них очень сильно просилась. Ее посадили на свободное место. Ну, люди некоторые не приходят на лекцию. Это риск, потому что они же могут в середине лекции прийти, да? Но они все равно, как бы, взяли этот риск на себя и просто посадили всех людей, которые вот хотели попасть. И эта женщина, я ее отметил, она такая искренняя, писала всю лекцию. Была очень активная, такая жизнерадостная. И в какой-то момент время ее жизни закончилось. То есть она начала вот так задыхаться. Я думал, приступ эпилепсии. Подскочил к ней. И еще один врач подскочил. Он раз, опытный человек, сразу руку на... Вот здесь, на артерию. И сразу, в секунду говорит, это не приступ эпилепсии. Он понял мои мысли, говорит, это... Это сердечный приступ, очень тяжелый. И она уходит из жизни сейчас. У нее кризис какой-то с сердцем, что-то происходит. Сразу ее положили на пол. Он начал делать искусственное дыхание. Прямо сразу, не дожидаясь, когда она перестанет дышать. Вот. Другая врач подскочила, начала ей в рот в рот дыхание делать. Представляете, люди какие опытные, классные. Ну, я понял, что мне надо свои дела делать. Я сел, сосредоточился. Весь зал настроил на молитву. Мы начали повторять. Я желаю всем счастья. Я громко, достаточно включил музыку духовную. Очень сильно сосредоточился. Всю энергию зала начал брать. У людей отдавать этой женщине. И чувствую, в какой-то момент не пускает что-то. Не дает мне эту энергию ей отдавать. И я все равно продолжаю. Несмотря ни на что. Настаиваю в сердце. Хотя у меня в сердце все. Ничего не получится. И потом раз такой, торжественный момент такой. Все как будто энергетика остановилась в зале. И все такие сидят. Я желаю всем счастья, но сил нет. И у меня тоже сил нет. Я такой внутренним взором смотрю на эту женщину. И смотрю. В зал заходит. Девушка в белых одыждах. Красивая. Но глаз не видно. На тонком плане. Такое высокое. До самого потолка. И встала прямо в ее изголовье. И в этот момент сразу же врачи мне показывают, что не остановилось сердце. Пришла тетя смерть. Понимаете? Я такой подумал. Надо слушать тех, кто молится. И повторять молитву. И начал это делать просто. Я как бы перестал думать о том. Возьмет тетя смерть ее, не возьмет. А просто начал продолжать выполнять свой долг. Потому что понял, что иначе я себе не прощу этого. Ну просто начал продолжать молитву. И люди тоже продолжали. И я увидел удивительную вещь. Это была учеба для меня конкретная. Тетя смерть вообще не реагировала на то, что мы делали. Как будто нас нет. Понимаете? Наша молитва, наша энергетика для нее была просто ноль. Она просто постояла, постояла, посмотрела на нас, на всех. И понравилось, как мы были настроены. И она взяла, развернулась и ушла. И в этот момент эта женщина задышала. Начала дышать. И потом приехала скорая помощь через какое-то время. Ей поставили аппарат искусственного дыхания и уехали. Потом на следующий день я поговорил с ее сыном. Сказал, что надо молиться. Что это очень сильное испытание для нее. И мы все молились. А еще на следующий день после этого я почувствовал, что... Да не надо молиться, все будет нормально. И я представлять, перестал молиться. И через пару часов я узнал, что она ушла из жизни. То есть мне просто запудрили мозги. Ну, то есть, другими словами, тетя смерть ушла на время. И только для того, чтобы показать нам всем, как действует молитва. И еще кое-что она нам показала. Она нам показала, что когда люди очень сильно молятся все вместе, то это очень благоприятно в это время уходить из жизни. Именно это и почувствовал ее сын, который тоже слушает мои лекции. Мы с ним общались на эту тему. И он почувствовал, что с мамой все хорошо. Несмотря на то, что она ушла из жизни, понимаете? Ну, то есть, я вам говорю о том, что унывать нельзя никогда. Потому что, когда человек даже в момент смерти думает о Боге, о чистоте и побеждает свою судьбу, тогда это еще лучше, чем если бы даже он жил в это время. В Священных Писаниях говорится, что человек такой уходит или в рай, или в духовный мир. И побеждает свою судьбу. И когда он на корабле вот этих к ангелам заходит, в ведах говорится, смерть нагибается, чтобы он на нее встал, как ступенькой. Для него становится, для такого человека, который не сдается. Понимаете? То есть, сама идея, что ничего не получится, все плохо, что делать, куда бежать, это не вариант жить вообще. Эта идея сама по себе неправильная. Потому что человек не должен позволять своей психике в такое состояние входить. Просто в принципе. И для этого нужно учиться жить правильно. Нужно учиться длительный бег, дает волю человеку. Неподвижное положение тела дает терпение. Выполнение своих обязанностей дает человеку силу воли, способность преодолевать трудности. Пост на воде дает человеку чистоту сознания. И молитва дает человеку чистоту сознания. Есть очищение сердца, молитва и очищение тела с помощью поста. Есть неподвижное положение тела, а есть верность своим обетам или своей семье. Это одно и то же. Но только на разных уровнях. Есть длительное непрерывное движение, а есть способность добиваться в жизни своей цели. Понимаете, человек в этих вещах никогда не должен уступать, потому что он тогда лишается удачи. Лучше потерпеть поражение, идя своим путем, чем вступать на чужой путь. Понимаете, лучше изведать унижение на своем пути, чем вступать на чужой путь. Потому что когда человек идет своим путем, он всегда идет к победе. Бывает во время, когда он идет к победе, бывают наступления, а бывают отступления, Бывает осада, а бывает атака. Понимаете? И так, и так человек может победить. Но если человек убегает от сражения, он никогда уже не победит. Это невозможно. Теперь сразу возникает вопрос, а при чем тут, допустим, личная жизнь? Вот, допустим, муж уходит, как мне победить? Мне надо его за шкирку, что ли, возвращать? Нет. Нет. Надо просто свое сердце привести в порядок. То есть нужно успокоиться, нужно прийти в себя. На втором этапе будет знание. И в чем заключается знание? Знание заключается в том, что ты привязываешься к временным вещам. Вот сейчас не положено, как бы, тебе жить с мужем. Ну и не упрямся, не будь скупой. Вот, допустим, есть дочь, очень тебя любит. Ну отдай ей свои силы, тебе есть кого любить. Зачем упрямиться, зачем обязательно настраиваться на того, кому ты не нужна? Это неправильное мышление. Ну то есть не будь скупой. Скупой человек всегда думает о том, что у него забрали. Вот представьте, допустим, у человека дворец целый, да? Дворец. Куча богатств. Ну и один сундучок у него, как бы, сперли. Ну, чуть-чуть там золотишко. И вот он сидит такой печальный целыми днями и думает об этом сундучке, хотя у него этих богатств просто немерено. Что это значит? Это скупец. И он никогда счастлив не будет. Если человек думает о том, что у него забрали всю жизнь, это скупец. И он никогда счастлив не будет. Счастлив будет только тот, кто живет тем, что есть, а не тем, что забрали. Это значит щедрый человек. Щедрый человек отдает свое сердце тем, кто хочет его принять, а не тем, кто не хочет. А скупец всегда думает о тех, кому он не нужен. Или о том, чего уже нет. А надо думать о том, что есть. Ну, то есть для этого всего нужны силы, внутренние силы. И этим надо заниматься. Понимаете, когда человек уходит в вот это пространство от печали и размышлений, почему так со мной произошло, он не живет, не жилец. Человек не должен об этом думать. Какая разница, почему так произошло? Сейчас не об этом. Ты себя верни назад. Стань самим собой. Стань крепким, стань сильным. Потому что это для тебя самое главное. И для этого ты должен понять, откуда берутся силы. Сколько бы я вам не говорил, вы все равно часто не можете это понять, потому что нет сил себя заставить. Еще раз повторяю. Если вы больны, если депрессняк, если нет жизнерадостности в жизни, если между вами нет отношений, у вас нет сил друг другу ничего хорошего сказать, значит, вам нужна природа. Вам надо заставить себя выйти из дома. Заставить двигаться на природе себя. Иначе вы потеряете свою судьбу. Если вы чувствуете, что вы не можете выйти замуж, не можете найти работу, не можете найти себя в социуме, это значит, что у вас нет человеческой доброты в жизни. Идите, делайте добрые дела. Понимаете, иногда это происходит очень неожиданно. Иногда человек даже не ожидает, что такой эффект может быть. Я разок иду по улице в Москве, смотрю, бабушка стоит. И садовое кольцо, просто море машин. А на той стороне хлебный магазин. И бабушка знает, что есть пешеходный переход подземный. Но она слепая уже. Она старенькая, она боится туда идти. И она вот стоит возле этого перехода и думает, что же делать. Я подхожу, говорю, вам нужна помощь. Она говорит, сынок, я вот хлебушка хочу купить. Ты меня проводи, пожалуйста, к магазину. Кушать хочется. Я говорю, стойте здесь. Побежал через переход, купил хлеба. Дал ей, она такая, пощупала хлеб. Говорю, вас проводить до дома? Она говорит, сынок, ну до дома-то я сама дойду. И пошла. Иду дальше. В сердце просто все поет. И так неделю. Один маленький поступок. Бабушке булку хлеба купить вообще ни о чем. Понимаете? И сердце поет просто. И до сих пор вспоминаю это все. До сих пор то же самое состояние. Классно? Это называется та сила, которая выдает человека замуж, находит работу, дает вам то социальное положение, о котором вы ждали, мечтали. Вот почему человек хочет все время какого-то положения в обществе. Потому что он это уже имел. Вот маленький ребенок рождается, допустим, уже по лицу все ясно. Вот маленький он только родился и такой, рождается такой. Ничего не соображает вообще, такой смотрит. В чем дело? Кто такие? Как себя ведем? Это значит, что он директором завода был в прошлой жизни. А прошлая жизнь это может быть пару лет назад. И он еще как бы не понял юмора, что произошло, как бы, но он директор завода внутри. И нет смысла его ломать, понимаете? Вот он директор завода, вот родил. У кого директор завода родился? Поднимите руку. Не смысла ломать, понимаете? Он такой родился, он всех строит. Такой. Может девочка, может мальчик, не имеет значения. Все это его природа, он детям занимался в прошлой жизни. Ничего не сделаешь. И невозможно этому человеку командовать. Он сам всеми командует. Ты ему говоришь, вот так надо сделать. Мужчин не обращает на тебя внимания. Что делать? Как воспитывать? Договариваться. Помните мультик «Дядя Федор»? Смотрите, кто родители. Родители руководители у него, видно по поведению. И он кто? Дядя Федор. То есть он маленький еще, но уже дядя. Почему дядя Федор? Потому что он старший. Для кота, для собаки, для птички этой. И почтальон на печке. Это его природа. Он старший уже. У него так работает чувство собственного достоинства. Потому что есть еще у чувства собственного достоинства такое понятие сияние, которое из него исходит. Сияние – это то благочестие, которое накопил человек в жизни. Вы, от людей, должны руководить людьми. И у них такой оплом, как будто он такой, на всех так смотрит. И придется подчиниться. Понимаете? Потому что так устроена жизнь, судьба этого человека. То есть от него исходит определенная сила. Эта сила, она не сегодня появилась. Продолжение следует...